Итак, сразу с самого старта я вам показываю конечные характеристики, которые ждут моего Сена за этот ролик. Предыдущие характеристики сейчас вы будете видеть немножечко правее, и мы их сравним. Максимальная планка физической атаки выросла с 37 тысяч до 55. Также немножечко подрос крит на 6%, увеличилась меткость, естественно, как вы видите, ловкость, потому что увеличилась из-за того, что апнулся 105, 105, 105 уровень. Показатель атаки вырос на 11 единиц, физическая и магическая защиты выросли на 14 тысяч, но это, скорее всего, там есть часть еще, конечно же, от того, что мы прокачали немножечко пассивки. Ну и показатель защиты с 25 поднялся до 33, и в хп мы прибавили на 10 тысяч. Также, как вы видите, по шмоткам у меня не сильно что-то поменялось, было буквально два изменения. Одно из, как вы видите, основного снаряжения вместо НХХ-верха у меня теперь Р8-Р2. И прежде чем мы начнем, давайте я еще открою вкладку титул и быстренько расскажу, что здесь поменялось. Значит, вот мои характеристики, которые были сейчас. И ниже вставляю характеристики, которые были до этого. Мы подняли 1200 хп, физатаку подняли на 120, магатаку тоже чуть больше сотки. И физ, и маг защита также пробустилась где-то на 150, но меткость уклонения ничего не поменялась. И что я сделал? Я прошел, как минимум, все хроники героев, закрыл их абсолютно все. По-моему, это вкладка задания, да, вот видите. Также немножечко цепочки, позакрывали, закрывал морай. Апнул также 3 105-х левела, за счет чего получил статы. Ну и вкладочка подземелья в основном, наверное, я уделил внимание. Мы сбегали и в земной ад, и в чистилище поубивали этих боссов. Убили там и Чернокрыла, Аурагорна, Кровавого Ло даже в ГБП убили. Вот, так что по титулам пока сейчас ситуация такая. Ее, если что, тоже заскриним, запоминаем. По парку, кстати, 126. Осталось еще немного, и наконец-то получу по 2 физатаки с каждой карусели. В остальном, по-моему, ничего особо не делал. Еще, кстати, да, за сбор костюмов, вот у меня тут декоративные питомцы собрались как раз-таки с титулов. И карт я немножечко пораспаковывал, поэтому 140 магических карт у меня теперь есть. И немножечко тут за северные земли, кстати. Еще быстренько пробежимся. Небо идеала апнул 6-е, скоро уже 7-е. Единственное, я еще из хроник не делал, здесь мне посоветовали на стриме сделать западные земли. По-моему, за них дают духовное знание, поэтому я думаю, я этим займусь. И небо прокачается у меня быстрее, и мы быстрее перейдем уже на небо величия, на предпоследнее небо. Армия. Недавно, буквально вчера апнул лейтенанта. И, наконец-то, выучил пассивки. Пассивка 1-го левела, пассивка 1-го, если вдруг буду бегать на ИБ. Также здесь 10-е, пока ничего тут не поменялось. И впервые в жизни я выучил пассивки с северных земель. Сейчас приоритет отдаем туда, а потом уже, когда закончим пассивки, будем копить порошки духов на то, чтобы прокачать атлас. Ну и в целом, вступительная часть, наверное, подходит к концу. И мы пойдем в хронологическом порядке. То, каким образом настолько статы увеличились у моего сена за 2 недели. Планка 37-3032. ЛР-9 сначала. Три стата. Здесь может выпасть. Бэмс. Ловкость, здоровье, саппорт. Ну, планка, планка. Ого, сюда. Ну, что здесь, типа ПА какой-то, да? ПА физатака, там ловкость, что-то типа на планку разгоняющую. ПА крит выносливость. А, я лишние фиолы купил. Значит, я еще пойду сейчас крутить, если у меня ничего не упадет. Бэмс. Ну, это вообще мем. Что это такое? Какие дабл выносливость интеллект? Ох. Ох. Жесть. Ну, ладно. Ультра ластецкий, короче, даю. Что упадет, то упадет. Ну, вот это поприоритетнее, конечно, крутить. Я кручу 300-то. ПЗ, ловкость ПА. Ну, получше. Получше. Тут крит. Ну, тут планку бы тоже как-то поднять. Ну, пусть будет. Собью, может быть, там что-то нормальное было. Ну, ладно. Ловкость, защита ПЗ. Ну, пойдет. Пойдет. Планочка есть. Смотрим. 38. 38, 200. Так, тут еще вот гравировочка есть. Ну, тут бы как-то просто физатаку там, я не знаю, выбить. Я уж вот эти вот не буду крутить сразу, да? Просто лайтовенько по 500. А тут есть вот такая вот просто, да, дешевая. Прям на физатаку. Ну, тут просто 80 может выпасть. Сила. Изменить на новые. 12 силы упало. Давай посмотрим, что выпадет там, если что, оставим. Главное, здесь можно оставлять. Показатель защиты 2. Не, мне бы планочку. Мне бы планочку, конечно. Все ради планки. Все в ПА. В идеале, конечно, 8 планки, это прямо еще класс. Или ПА. Ловкость 12. Ну, как будто солидно. Как будто солидно, кстати. За 1000 уже. Не, 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 не. Я трайну просто разочек тогда еще вот так сюда. И посмотрим. Планка 80 неплох. Тут еще дабла может быть. Нифига. Тут еще дабла может быть. Ну, нормально. Еще плюс планочка. Еще плюс планочка. 38.600 уже. Вот так вот по сусекам, по сусекам эту планочку собираем. Так, дальше знаете, что мы еще идем? Мы идем получать титулы. За вот эти медальки. Так, запоминаем планочку. 38.692. 38.692. Бэмс. Тут 30-ка нужна, да? Обмен медали сюда. Тут уже 12 физатаки. Ну и вот эту еще. 45 физатаки просто дэмс. В общем, не получилось у меня выбить эти титулы. Поэтому пока буст будет вот такой. Вот этими титулами. 38.692. Вот три просто физатаки. Смотрим. 38.711. 692 и 711. 20 планки, да, дед. И 12 физатаки еще. 38.711. 38.785. Вот так вот. 11.7. 74 планки получается сразу. Бамс прибавилось. Мне, кстати, посоветовали то, что можно благодаря звездной пыли, звездная пыль, увеличить количество фатумов. Соответственно, можно выбить дабл физу на фатумах. И я, наверное, попробую это сделать. Сколько всего падает и не падает то, что нужно, да? Физатака одна. Физатака маг пробив. О-о-о-о, есть! 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 Дабл физатака на фатумах. И у меня просто 4700 сразу. Просто 4700. А это еще без прокачки диска. Мы сейчас как раз-таки его пойдем качать. Потому что, что я эти ритимки коплю, правильно? Вот эти вот облачную пыль. Надо ее тратить. Прям реально последние деньги трачу. Ё-моё. Звездное преображение. Давай четвертую звезду вот тут и сюда. Вот сюда 4 звезды. Это прям идеал, по идее, да, будет? Ну или хотя бы еще одну. И я просто, я так понял, итинка, которая свапает этого распределения сил звезд. И можно сделать как раз-таки 4-4, чтобы у меня еще на фатумах на максимальных была вот эта штука. Есть! 500! 500 физатаки уже дает. Просто диск. Жесть. Просто 1000 физатаки дает. Вот просто. 43 400. Снимаем. 37. Ха! Жесть. Жесть, как она есть. Ну давай посмотрим, как вот эта штука работает. Вот. Ну, например, что вот это значит? Вот что это делает? После применения не меняется, характеристики распределяются заново. Что это значит? Ага, вот как. Он четверку меняет. Давай. Давай. Из этого вот максимум выжимаем. Сколько можем? Бэмс. Бэмс. 4-4-4. Не туда четверки. Не туда четверки. Вот сюда четверку надо. Просто. Вообще не то. Вот так вот. Это 3 четверки мне надо. Здесь хоть двойка, хоть что угодно, по идее. Хотя здесь 8 как-то получилось. И здесь 8 получилось. То есть в целом как будто это максимум. А тут может почти 9 получится. Ё-моё. А вот они девяточки подъехали. 9 здесь и 9 здесь. Ну все. Мне кажется это максимум. 44 тысячи планки. Просто с диска. Жаль. Ну кстати можно сейчас купить. Сколько тут до следующего левела надо? Много ли левел даст? Офигеть тут кристаллы продают. Ха-ха-ха. 4 звезды. Пил. Звездное поглощение. Бэмс. 59 уровень. А больше я не могу апаться, да? Оно мне больше не дает. У меня одна пилюля даже не захаванная. Зато сколько физатаки дает. 55 плюс 659. Бэмс. 45 тысяч 226. Ха-ха. Офигеть мы просто. Мне кажется вот этот весь буст, который был в прошлый раз. Это вообще ничто по сравнению с бустом диска. Это он очень много дает. Просто какое-то невероятное количество атаки. Это просто жесть. Но это дальше надо будет качать звездную удачу. И это уже все потом. Потому что наверное я приоритете небо буду прокачивать. То есть условно если допустим мы идеальный шанс открываем, да? Я бы лучше пилюли тянул, чем удачу. Вот это вот метеорит. А метеорит уже будет потом. Еще один буст я посчитал. Неплохо выходит. Как вы видите дальше у меня в инвентаре. Мы заапаем око джунглей. Заапаем его в третий грейд. Получим с этого 2 по А. На это у нас уйдет 48 камней джунглей. То есть по факту мы получим 2 по А. По цене как раз таки 2 по А камню плюс-минус. Плюсом. Бамс-бамс. Скорее всего мирозданки нужны. 20 мирозданок еще надо будет. Ну давай 20 мирозданок плюс 5 не хочу просирать. Скуплю 40 сразу туда-туда. Надеюсь, что и там и там одинаковое количество нужно будет. То есть мы только что по себе подняли 2 по А. И на этом, естественно, мы не останавливаемся. Почему? Потому что мы тапаемся сюда. Создание ячейк в украшениях. Бэмс. А, меня еще и пиарит здесь. Ё-моё. Это же дешман. Раз ячейка. А, еще и серебро здесь надо тратить. Два ячейка. Тут сколько? 15. Ага. И 9 ищут лямов надо на это все. Я не знал, что здесь деньги нужны. Ну просто по 2 ячейки сейчас еще быстренько здесь сделаем. Выйдет, конечно, подороже. Ну то есть условно... Одна ячейка, наверное, профитна. Вторая ячейка, раз уж она так столько стоит, как будто бы уже подороже здесь будет. Ну а в целом, ничего страшного. Как инструктацию произвести? Так, плавка камней. Бэмс. Еще и здесь лям. Ё-моё. Мне так денег даже не хватит. Здесь лям. И здесь. Бэмс. И как итог, мы получили 2 паа с крафта. 2 паа еще. И 2 паа еще здесь. То есть мы получили 6 паа. О, плюс 3. Давай пробуем. Небесный свиток. О, плюс 4. Плюс 5. Теперь надо как-то плюс 6 сделать. Ну давай пробуем подземкой. Если что, куплю набор. Верну. Наверное, как-то так. Не хочу просто сбрасывать. Это все очень много времени займет. Давай подземкой. Пробуем. Дай бог. Дай бог. Чтобы она с первого раза заточилась. Есть. 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 Легчайшая. Легчайшая. Кайф. Плюс еще планочка. Плюс еще планочка. Плюс 6 трактатик. Здесь доделали. Ну и останется одно. Одно финальное. Финальное. Ультра финальное. То, что нужно доделать. Короче, у меня как-то были сапоги. Которые я думал выбить здесь дабл паузу. В итоге решил сейчас немножечко покрутить эти сапоги. Ушло где-то 200. 200-300 где-то осколков. Я выбил 6 па. В итоге мы получаем еще плюс 4 па. Хе-хе. Также бустом я получил все-таки, зазавершив цепочки, монарха нерушимого города. Тут и физатака, и магзащита. По факту, я думаю, очень много именно эти титулы внесли лептой. Давайте также заскриню на будущее. И я очень много влупил голды. Я вытащил набор шопа. Випки с прошлой. Все с первой по шестую. И сейчас, чтобы качнуть вот этот атлас, у меня получился 59 уровень. Пока только выбил 2 пз. Но я ничего не крутил. Просто апаю левел. И я решил, что я забью, наверное. На то, чтобы тянуть это все с випки. Буду копить как-то деньги. А потом уже порошки с северных земель. Либо там какой-нибудь клан. Может быть, на кх-шечку куда-нибудь подсосусь. Если я разберусь со всем, как это работает. Батлас все равно чуть-чуть до физатаки дал. Ну и прежде чем мы будем показывать статы, что я выбил на Р8Р. Как оказалось, по хронометражу это самое последнее, что я бустил этому Сену. Естественно, я перенес оттуда восьмерку. Я туда также докупил 2 па камни. Мы поговорим еще о том, что еще очень сильно забустила планку. Как мы смотрим, на селфи у нас 52 876. Очень сильно разблокировка рун побустила планку. Потому что у меня руны были не разблокированы тогда. У меня стояло 0 рун. Сейчас у меня стоят 6 рун. Сапфировая восьмая. Изумрудная восьмая. Сапфировая седьмая. Изумрудная седьмая. Серебряная седьмая. И серебряная девятая. Которая нехило так бустит планку. Касаемо рун, я уверен, вот в этих четырех. Раз, два, три. И вот это я всегда мечтал. Массовый сюрикен. Остальное все стоит ситуативно. Еще тогда можно, конечно, ПТП в изумрудку вот сюда запихивать. Да, если очень сильно прям нужно стопроцентное ПТП. Давайте я сниму руны. Пятая и шестая. И просто вот сейчас 52 786. 50 тысяч. То есть, 2 700 планки дают руны. Вот такой вот буст получился у Сина. Ну и финалочка. Финалочка. Р8. Р вверх. Еб***ь. Просто еб***ь. что я выбил вот такой вот небольшой бусина я того рот шатал 4 полговка